Уборочная кампания идет полным ходом. Техника работает на 3000 гектаров. Ранее только с одного получали 50 центнеров. В этом году о высокой урожайности говорить не приходится, рассказывает пионер льноводства в Сибири Лев Каленов. Засуха подкосила влаголюбивую культуру. Два месяца алтайские поля изнывали от жары. Дождей практически не было, температура держалась 40 градусов. Технически он пригоден на волокно. Но чем он выше, тем он эффективнее, тем он лучше. Понимаете, и урожай выше, и волокно лучше. Но засуха, она не дает растению, как бы сказать, раскрыть свои возможности. Содержание льна, я подозреваю, будет меньше, чем обычно. В прошлом году, рассказывает глава льняной компании, удалось произвести 3000 тонн льноволокна. Его активно покупает Китай. В этом году выйти на прежние показатели практически нереально. Шанс на высокую урожайность могут дать специальные поливальные системы. Для того, чтобы поливать наши, положим, хотя бы тысячу гектар, это надо, ну, строить специальную систему, которая будет состоять. Во-первых, надо откуда-то взять огромное количество воды. То есть, мощные насосы, электроснабжение, трубопроводы. Цена вопроса – около 500 миллионов рублей. Неподъемная сумма. Ведь только на посевную компанию, отмечает Лев Каленов, уходит 200 миллионов рублей. Для льновода, конечно, предусмотрены субсидии. 10 тысяч рублей за гектар. Но размер выплаты не меняется на протяжении семи лет, отмечает крестьянин из Олесовского района Михаил Горлов. Много это или мало – вопрос такой. Конечно, хотелось бы больше. Но они есть, мы их получаем. По сути, наверное, хватает, чтобы посеять, закупить какие-то удобрения. Под лен долгунец аграрий отдал 240 гектаров земли. Всего же у Михаила порядка 10 тысяч гектаров. Долгунец – капля в море от занимаемых площадей. Сеять больше крестьянин не рискует. Оборудование для уборки льна в дефиците. Да и сама технология сбора урожая сложная. Чтобы вы понимали, метровый захват у этого льнокомбайна, то есть один механизатор, который сейчас, в принципе, не с избытком у нас, один механизатор с этим метровым комбайном бегает по этому 200-гектарному полю и убирает в день по 4 гектара. То есть это сколько надо ему дней это все делать, чтобы… А потом еще это нужно, чтобы вылежалось, потом это нужно перевернуть, поднять, закрутить в тюки. И выращивает, и перерабатывает. У Михаила Горлова процесс переработки льна давно отлажен. На протяжении 7 лет производит качественный продукт. Лен для текстильной и строительной отрасли на складах не залеживается. За него предлагают неплохие деньги – 70 тысяч за тонну. Наша конечная бока готовая продукция, вот строительная пакля, она дальше, как правило, у нас идет в переработку в дальнейшую. То есть покупают заводы Новосибирск, в европейскую часть отправляют. Из нее уже делают нетканное полотно, разные другие ткань добавляют. Выращивает аграрий Елен Кудряш, из которого производят льняное масло. Кудряша почти в два раза больше, чем долгунца – 400 гектаров. Он менее привередливый, выращивать его легче. Да и цена реализации хорошая. За масличный лен переработчики предлагают 30 тысяч за тонну. Переработчики покупают, кто масло цеха, кто давит из льна масло, покупают. А когда-то и на экспорт, наверное, его продают тоже. Алтайский лен охотно покупает Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан. Кстати, масличный лен перед продажей следует на ряд показателей, чтобы доказать его безопасность и качество. Семена анализируют на пестициды, на масличность. Масличность по сравнению с другими регионами Российской Федерации у нас достаточно высокая. Средняя масличность по льну по культуре в прошлом году была 45 процентов. Некоторые партии достигали до 48 процентов. Это масличность, за что ценится именно эта культура. За последние несколько лет масличный лен поднялся в рейтинге востребованных культур. Алтайский край входит в пятерку лидеров в стране. Так, в прошлом году с алтайских полей удалось собрать около 300 тысяч тонн высокомасличного качественного льна. Абсолютно рекорд в России. Показатели неплохие, но мечтать о том, что и лен для текстильной промышленности достигнет когда-нибудь подобных высот не приходится. В этом году по всей стране засеяли всего 30 тысяч гектаров.